Доброе утро! Мы сегодня поговорим о боге-сфинксе. Сфинкс – это тоже бог. Видов сфинкса очень много. Их вояли в разных культурах и в разных народах. С женским лицом, с бараньей головой и с мужским лицом. Это всё сфинксы, просто их разновидности. Но самое древнее, с мужским лицом. Официально в Википедии написано, что скульптура 70 метров и 20 метров высотой. И это самая большая скульптура из одной каменной глыбы. Сделана из песчаника. Довольно это мягкий материал, тёмно-коричневого. Он такой цвет, иногда отливает жёлтым песчаник. Не жёлтый, а именно иногда при освещении отливает жёлтым. Но это не совсем так, что сказано о сфинксе. О том, что они разные виды, я ещё вернусь. Но самый древний, вот с мужским лицом. И считается его официальная дата постройка где-то 2500 лет до н.э. Это не совсем так. Когда сфинкса брали на анализ, ему 70 тысяч лет. Это очень много фактов, если вы поедете в Египет, экскурсоводы вам расскажут. И мало того, на нём есть, на его нижнем основании, наполовину, он был в морской воде. Долго лежал. То есть там было море. Можете представить себе, какая это древность. Это самая большая древность, которая известна. 70 тысяч лет. Потом многие считают, что египетской культур 3-4 тысячи лет до н.э. Многие считают, что 10. Я считаю, 10. Так вот, сфинкс намного древнее, на бесконечность. Ему по анализам 70 тысяч лет. И считается, что лицом ему придали схожее с лицом фараона. С фараоном Хефреном, который жил около 2075 года до н.э. И закончил жить 2465 года до н.э. До н.э. естественно, считается наоборот. Вполне возможно, что ему могли изменить лицо на лик фараона. Запросто. И вполне возможно, что ему придали схожие черты с лицом фараонов. Это запросто. Скульптуры переделывали и богов переделывали. Но в сущности я уже сказала, что сфинксу было 70 тысяч лет. Вернее, ему есть. Насчет того, что сфинкс любит загадывать загадки и вас ждет на пути и будет загадывать загадки. Это правда. Сфинксы для того и есть. Они стражи. Сфинкс стражит сокровища фараонов, как написано. Но, в общем-то, он стражит свой мир. Он стражит больше всего мир мертвых и их упокоенные сокровища. Он не стражит мир живых и не охраняет. Он охраняет, чтобы не ограбили мертвых. Это его основная функция. Многие считали сфинксов душителем. Так их представляли в Древней Греции. И именно с этим связана легенда о Бодипе, что он избавил от душителей сфинксов. И они представляли в очень разных обликах и с головой сокола тоже. Многие считают, что это как бы аватар бога Гора, в котором он наблюдает за солнцем. Но это не совсем так. Сфинкс – отдельный бог. Он не связан с другими. И фараоны очень часто ваяли свои статуи именно с головой сфинкса, чтобы они защищали их по смерти. Это была такая египетская религия направления. Увязывается бога вместе с фараоном. Но я не думаю, что боги были в реальности в восторге. Но такая вера. В музее Метрополитен в Нью-Йорке есть сфинкс даже с головой Хаджипсут. Единственной царицы фараона. Храмовый комплекс филов имеет 900 статуи баранных. Наголовых сфинксов для охраны его. Это говорит о том, в общем-то, всего лишь, что у сфинкса изначального много слуг и много помощников. И все они имеют разный характер. Уже в Греции они пошли душить. Особенно там изображалось женским лицом. Это женская сила, представитель. И она душит. И очень хорошо душит. Так и назывались душители. Но самые древние сфинксы, вернее, изначальный бог сфинкс, он другой. Он не склонен так всех душить и преследовать. Но не только фараонам разрешалось приобретать фигурки сфинкса. Рисовать их, это можно было всем. Это было любимейшее и почитаемое божество египтян. Значит, он им очень помогал. И очень хорошо помогал. Он был их амулетом, он был их защитником, он был их другом. Можно так сказать. В более поздние уже времена изображались головой сокола, кошки и даже овцы. Ну, это барана, в общем-то, оно и есть. Но человекоподобные сфинксы были наиболее известным вариантом. И женские, повторюсь, были в Греции и имели очень злобный характер. А сфинксы с мужской головой были известны в Египте и считались очень, несмотря ни на что, благожелательным божеством. Но вот греческий сфинкс очень отвратный. Это его и название есть по-гречески. Сфинкс – это от древнегреческого «душить». И именно он задавал загадки. И если человек не мог ответить, он его съедал. Это он задал царю Эдипу загадку, кто ходит вначале на четырёх ногах, потом на двух, и потом на трёх. И Эдип ответил, что это человек, который вначале ползает на четвереньках, потом ходит на двух ногах и впоследствии с палочкой он ходит. Он сумел разгадать эту загадку и не быть съеденным сфинксом. «И сфинкс бросилась со скалы и умерла». В общем-то, глубоко оскорбилась, что не была самой умной, самой талантливой. Вот такой характер у греческих сфинксов, и их немного изображено. Ну а вот в египетских постоянно прессовали это божество, призывая сфинкса защищать их. И в отличие от египетского сфинкса, греческий задавал бессмысленные вопросы всего лишь с точки зрения пропитания. Но совершенно другое, египетский сфинкс. Говорят, что Юлий Цезарь тоже приходил к сфинксу и спрашивал смысл его жизни. Перед тем, как и встретил Клеопатру. Он говорил, что он устал от жизни уже, и в чём её смысл? Вот сфинкс египетский, реальный бог, скажем так, там это бог, а там дух. Если так, все вот эти львины, бараноголовые, соколиный головой, с кошачьей – это духи. Сфинкс – это бог. Кот, он задаёт загадки, которые вам помогут разгадать тайну вашей жизни и помочь. То есть помимо функции охраны и защиты мёртвых, он может вас защитить от любого, от грабителей, прежде всего он стоял, расхитителей, гробниц. То есть он может защитить ваше имущество и спасти его. Но и вас. Он бесконечно мудр, бесконечно проницателен. И он своими вопросами всего лишь вас подводит к тому, что вам правильно. К нему приходили спрашивать о смысле бытия. Зачем я живу, для чего и что мне делать, чтобы он направил. Основной – какой смысл жизни и для чего жить, для чего я живу. Вот это смысл Сфинкса перед тем, как мы уйдём, чтобы мы решили свои задачи. Он бесконечно мудр и проницателен. В нём сочетание интеллекта и великой могучей силы. И так и есть. И он готов поделиться этим интеллектом и дать понять вам, что вам нужно, что нет. То есть к нему приходят не только за защитой, но и за мудростью, за физической силой, за защитой от врагов. Потому что он олицетворение ядер, яростное такое, неудержимые силы. И напомню, что в Греции Сфинкс был символом жестокости, неоправданных ничем убийств и охоты. Но на самом деле, я бы сказала, это две оборотных медали Сфинкса. Его надо увидеть, чтобы понять, как потрясает эта статуя, и насколько она огромна, и насколько вокруг она лежит в песках тысячелетия. Он символ древности. В общем-то, он один из проводников душ. Их защитник, поэтому он стоит на страже мира мёртвых. Такой есть Цербер у греков. Но у Сфинкса ранг выше, чем у Цербера. Он аналогично, он и не впускает в мир мёртвых людей, и не даёт миру мёртвых захлестнуть мир живых. Он один из хозяев кладбища, в общем-то. Если так переводить на такой язык, он один из хозяев кладбища. Именно его эта задача. Он может, как Анубис, проводить вас по тропе очень лёгким путём. Он может оградить. В общем-то, он может продлить вам жизнь, а может её укоротить. И это его основная задача. И он так работает. И своими вопросами он может вас или сбить с пути, или направить по нему. Но так как он благожелательный, всё-таки сбивает он очень редко. При всём том, обращаться, я уже говорила, к Сфинксу в темноте в первый раз ни в коем случае не стоит. Вот если у вас стоит статуя, его в городе, особенно такая вот с мужской головой, конечно, лучше. Каноническая, изначальная. Через его статуэтку. Это очень хорошо. Но обращайтесь в начале днём. Потому что кошки, я часто говорю, ночью охотятся. И все берут жертвы божества, это 100% и светлые, и тёмные. Кошки охотятся по ночам, а днём они отдыхают, и к Сфинксу стоит обращаться днём. Он же исполнял желание, если вы отгадывали его загадку. И очень этим помогал. Так что к нему стоит обращаться, естественно, за всеми вопросами, которые беспокоят. За защитой вашего дома и имущества. Как избежать смерти, и чтобы ваш любимый избежал. Как накопить сокровища. Именно при нём накапливались такие сокровища в пирамидах. Так что он один из богов богатства. Это нигде не упомянуто, но это очень, если включить голову, это сразу же станет понятно. Он бог богатства, и естественно, он не любит, чтобы эти богатства расхищались. Он один из богов смерти. И в то же время он светлый бог, любящий солнце. И бог солнце. Это очень такое сочетание, такое же, как у богов майя, которым жертвы приносились солнце. Но сфинкс сам их себе добывает. Жертвы он не ждёт, пока ему принесут. Но так как он справедливый, именно египетский сфинкс охотится на тех, кто его хочет ограбить. Ну, естественно, грабителям не посчастливилось. Всем известно о проклятиях гробниц фараонов и как они любят, чтобы их грабили. Вот сфинкс за них в ответе. То есть он страж, он бог смерти. Он тоже проводник душ. Он бог мудрости, бог солнца. Обязательно он за ним наблюдает. Так и сказано, даже считалось аватар гора, хотя это ничего общего не имеет. Но для него и ночь очень близка. Крайне близка. Особенно лунные ночи, где ему удобно охотиться. То есть, я думаю, он и с луной связан. Это ещё и торок покажет. Но основное. Но рисовать его везде и хранить дома, как всю египетскую символику, я вам категорически не советую. Если мы приобретаем такие вещи культа вплоть до пирамид, это для того, чтобы их подарить, в дар отнести, пожертвовать. Но не для хранения дома и не для работы с ними постоянной. Вы не знаете эти символы. Все боги Египта категорически мне не давали ни пирамиду, ни чего приобрести. Только в подарок. Естественно, если вы дарите, выбирайте из натуральных материалов, а не из пластика. Стекло им очень дорого. И металл. Или построите им пирамиду. Все боги Египта очень это любят. Ему это будет гораздо милее. Построенный вашими руками и снега тоже. Естественно, чем больше пирамида, тем дороже дар. Вы больше усилий вкладывали. Вот вам бесплатный подарок. И в то же время очень дорогой их сердцу. Сливы летом строите, посыпьте цветками полевыми. Что еще усилит? Он, как все боги, любит фимиа. И, конечно, он, как любит мясо. Естественно, в подношении. Абсолютно. Он любит светлое вино, напоминающее песок ему. Но, как все боги, конечно, первый его рабочий инструмент – это водка. Сперва водка. Он любит цветы. Тоже, как все божества. Любит сладкие фрукты в подношении. Очень любит мяту. Это вот от кошки у него впрямую. Так что можете приносить мятный чай и рассыпать. А еще лучше, у кого растет свежая мята. Красный лук очень любит. И желтый. И чеснок. И, конечно, он любит бананы. То, что растет в Египте. Яблоки. Яблоки в Египте растут. Но не груша уже. Черешня, вишня. Они растут. Клубнику очень любят. Клубники в Египте 5 месяцев в сезон. Вот такие вещи вы ему можете приносить. Очень любит предметы золотого цвета. Или стекла. Или эмали. То есть, ну, не обязательно золото. Вы можете принести ему цепочку золотистого цвета. Если вы хотите, чтобы вас что-то отпустило и перестало душить, перестало мучить. Вот вас именно душат какие-то обстоятельства. То принесите ему любую цепочку золотистого цвета. Ну, или крепкую ленту, веревку на худой конец, если у вас уже ничего нету и денег нет. Вот вас что-то душит, то найдите статую сфинкса в городе и положите около него днем это. Отдайте то, что вас душит. Принесите ему. Но если у вас ничего такого нет, то принесите, естественно, на могиле, повесьте на оградку. И отдайте это сфинксу в дар. То есть, любые ленты, любые то, что цепочки, то, что для удушения, вы можете ему приносить в дар. Это его оружие. Это нигде не упомянуто, но я вам говорю, что ему нравится в дар. Нравится атаму, которым, наоборот, эти веревки срезают. То есть, он либо кого-то душит, кого-то от этого спасает. Он вытащит вас из нищеты. Очень хорошо просить наследства. Он страж мертвых. Очень хорошо просить в бизнесе помощи. Он как страж сокровищ. Естественно, может вам перевести. Вообще, энергия наследства – это энергия чужих денег. Бизнес с ней связан. Это еще чужие деньги. Вот вам даже ваш муж или жена приносят свои деньги. Это чужие деньги. Вы их получаете. Аналог наследства. Даже не поймете это все. Восьмой дом в гороскопе. То есть, перенаправить там или туда потоки ему ничего не стоит. Вот, например, человек получил наследство и заказал у вас услугу или купил у вас вещи. Вам таким образом эти деньги перетекли. Даже если вы в реальности наследство не получали вроде бы, но вы получили эти деньги наследственные. Вот так он работает. И, конечно, он как защитник вот этой завесы мертвых, песками, он может отделить вас от какой-то неприятной ситуации, провести, скажем так, трупами невидимыми ни для кого, из одного, скажем, мира в другой. Не в смысле мир смерти, а как бы вывести из какой-нибудь страны, скажем, где военная ситуация обостренная, он может вам помочь в этом. Исчезнуть среди песков, затеряться от врагов, от государства. Потому что за той чертой никто никого не преследует. Вот он такую черту строит при жизни, чтобы отсекли. И как следы заносят пустыни, никому невидимы, так и ваши следы занесут пустыню, вы станете никому невидимыми. То есть чтобы что-то стерло. Он древнейший бог и бог времён. Чтобы что-то стерло из вашей жизни неприятное. Он ещё и бог Марокко, и это связано с загадками и таким туманом, обращением к нему, что человек не мог даже на элементарные вопросы ответить. И он же этот туман может снять. То есть он ещё как хозяин пустыни выступает. И бог Марокко. А пустыни и миражи, вы знаете, очень-очень сильные и вполне реалистичные. То есть он один из богов Марокко и миражей. Он же может, естественно, вас отстоять от любых врагов и сразить им. У него достаточно силы. И он один из богов яростной, неудержимой силы. И такой бог Фенрир, и такой же бог Тескотлепока, глава цеков. И вот Сфинкс ещё. Неудержимый ещё Себек. Физическая сила. Тор ещё обладает, но Фенрир сильнее. Вот он из такой вот бесконечного запаса физической силы. Это Сфинкс, и он вам может это дать. Но Сфинкс кошка. У него сила не такая подвижная, как у Фенрира. И у Тескотлепоки. Он не ветер. Он предпочитает сидеть неподвижно. Это чтобы вы. Но именно хватало вам на вашу обычную жизнь сил на очень долгий период, силы которой мы не расходуем на какое-то действие, не выплёскиваем. Просто пользуемся и живём как кошка. И как кошка он, конечно, может дать вам хороший сон. Избавить от бессонницы. Кошки спят по 20 часов в сутки. Хорошо видит ваших тайных врагов и недоброжелателей, так как он видит в темноте. И может вывести вас оттуда. Ну и, естественно, может привлечь всяческие неприятности из ниоткуда, но голову ваших врагов. Слуг у него достаточно много. Те же женские сфинксы, которые пойдут душить вашего врага по его приказу. Вот такой он Бог. Просто удивительный. Может оставляете даже, так как коты задирают, ну вот раздирают добычу, чтобы на вашем враге как царапина остались на всю жизнь. Может порвать этими когтями и его судьбу. Но он очень справедливый. И он всегда взвешивает. Поэтому ему надо всё очень подробно рассказать. Как у вас там было и что на самом деле было. Ему нужна ваша история из глубины вашей души. Как вы это восприняли. Потому что для одного человека, может быть, это мелочь. А для другого травма всю жизнь. Вас там предали, у вас вся жизнь. Одно дело вы пережили и забыли. А другое дело у вас вся жизнь из-за этого покалечена. И это совершенно разные последствия. И одно дело просто соседское там. Разборки, вы ссоритесь, а с другой стороны там девушка писала, собаку её убили. Ей зубы выбили, покалечили буквально. Кто-то ударил по уху, слух попортился. Соседские бывают. Это уже не соседские разборки. Это гораздо хуже и гораздо глубже. И ответ совершенно другой. Чем просто вы ругаетесь и друг другу портите жизнь. Там вас можно просто развести или утихомирить. А там уже это требует разборок. Это совершенно разные решения. И по-разному он на это посмотрит. Когда он любит принимать дары, он любит днём и на закате больше всего. И, конечно, он любит на песке, на камне больше всего. Или золотой, чёрный алтарь. Такой же, как цветы, как пустыня. Она такая коричневатая, ну, желтоватая. Поэтому чёрный ночной, как ночная пустыня. Или золотой, как солнце. Вот это ему нравится. И самое сильное время, часто говорю, это закат. Просите его избавить от бессонницы. Послать хороший сон. Отвести от смерти ваших близких. Разгадать сложную загадку. Развести с врагами. Спрятаться, укрыться. Деньги. Обрести помощь и защиту. Вы это получите у сфинкса. Но я уже сказала, хранить его изображение – это неразумно. Как и всей его Египта. Магия там очень тяжёлая и очень сильная. Привлекать её к себе категорически не стоит. Ну вот на этом я прощаюсь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова